Всем привет! Вы на канале Sun Residence Group. Меня зовут Пак Антонина, и я архитектор. Сегодня я расскажу вам про загородный дом в современном стиле. К нам обратились заказчики с просьбой выполнить застройку участка в единой стилистике. На участке должны располагаться дом, гараж с автонавесом, баня и очаг. Давайте посмотрим, что мы им предложили. Сам участок имеет форму неправильного прямоугольника. На него мы организовали два въезда. Первый въезд технический на время строительства, второй для въезда сразу же под навес и в гараж. Гараж на одно машиноместо и навес на одно машиноместо, поэтому гараж получил такую длинную вытянутую форму. Дом расположен практически в центре участка, немного заглублен к дальней стороне участка, таким образом, чтобы перед самим домом при выходе из дома на террасу у нас был обзор на красивый существующий лес. Также в одном уголочке у нас расположилась теплица, в другом уголочке у нас расположилась баня и очаг находится между баней и домом. Давайте перейдем непосредственно к самой планировке дома. Общая площадь жилых помещений составляет всего лишь 91 квадратный метр. При учете, что терраса открытая, закрытая ее часть и крыльцо составляют 30 квадратных метров. Давайте пройдемся по помещениям. У нас есть кухня-гостиная площадью 39 квадратных метров, две спальни площадью 9,63 квадратных метров, котельная, гардеробная, она же кладовая и два санузла. Все это пространство объединяет холл площадью почти 12 квадратных метров. Обратите внимание, как здесь выполнена терраса. Она примыкает к кухне-гостиной и находится под таким навесом, но также имеет слегка выступающую вперед часть. Это очень удобно, потому что если вы действительно захотите посидеть на солнышке под открытым небом, вы всегда можете вынести стол и установить его непосредственно на землю, на участок. А если вы хотите в дождливый денечек посидеть на улице, то у вас есть навес, который защитит вас от дождя. Почему же мы назвали этот ролик «Дом в современном стиле»? В последние пару лет все чаще набирают обороты такой тренд, как черные дома, дома темных цветов, темно-синий, супер темно-коричневый, черный с отделкой под сгоревшую древесину. Может быть, вы встречали уже такие тренды в виде картинок на Пинтересте. Так вот, наши заказчики хотели, чтобы и дом, и гараж были выполнены в единой стилистике. Для них было важно, чтобы и фасады, и кровля были выполнены в черном цвете. Давайте перейдем к конструктивным решениям, а далее обсудим отделку. Фундамент дома, согласно проекту, представляет собой железобетонную плиту толщиной в 300 мм, сверху утеплитель «Пеноплекс» толщиной в 100 мм, затем разделительная пленка, цементно-песчаная стяжка с водяным теплым полом и отделка, это клей и керамогранит. Стены дома у нас выполнены из газобетона толщиной 400 мм марки D400. Такой газобетон для нашего региона не требует последующего утепления. Поверх газобетонной стены у нас выполнена обрешетка для вентиляции фасада, затем следующая обрешетка смены направления, и уже поверх обрешетки у нас сделана наружная отделка, деревянная доска, окрашенная в черный цвет. Кровля выполнена по деревянному основанию, стропила толщиной 195 мм с утеплением 200 мм каменной ватой, добавлено перекрестное утепление 50 мм, и того толщина утепления в кровле составляет 250 мм. Поверх у нас идет ветрозащитная мембрана, обрешетка, контрабрешетка, подкладочный ковер и кровля клик-фалец черного цвета. И таким образом у нас получается, что и стены, и фасад дома, и цоколь все в темных тонах в единой стилистике. Такими же технологиями выполнен и гараж. В отличие от дома, в гараже при устройстве кровли добавлены стягивающие тросы. В связи с тем, что у гаража нет центрального конька, опираются стропила только на наружные стены. Для предотвращения выдавливания этих стен стропилами были применены такие стяжки, которые стягивают между собой стропила, не позволяя им расталкивать стены от себя в разные стороны. Вот. Такое интересное решение придумали наши инженеры, чтобы воплотить идею архитектора. Кстати, архитектор этого проекта Жовтун Валерия. Перед вами привет. Так, добавлю про гараж, что гараж у нас состоит из открытой части, да, как автонавес, и затем мы въезжаем в блок гаража. И есть еще у гаража третий сектор, этот дровник, который расположен с обратной стороны гаража. И также служит его украшением, потому что красиво сложенные дрова добавляют вот такой аутентичности, дачности и уюта. Сам проект получился интересным и, несмотря на примененный черный цвет, вполне уютным, потому что применены простые планировочные решения, четкие, понятные, без различных наворотов. Есть просто кухня-гостиная, в которой будет собираться вся семья. Есть просто две спальни, в которых они будут ночевать. Есть просто гараж с автонавесом, куда можно припарковаться и оставить свои машины. На мой взгляд, получился очень интересный проект. При небольшой площади дома он закрывает все потребности владельцев. У нас есть и кухня-гостиная, и спальня, значит, можно приехать и на один денечек, и на выходные, а также и на долгие летние каникулы, приехать сюда со своими детьми, чтобы проводить время на природе. Интересный получился автонавес просто необычный. Мы чаще стремимся делать автонавесы на две машины, либо гараж на две машины, а в данном случае у нас получается и автонавес, и гараж, которые вытянуты в одну структуру. Если вы в одной семье, ничто не мешает вам определиться, кто же первый заедет в гараж. Либо хранить одну машину в зимнее время в гараже, а для гостей предоставлять автонавес, чтобы им не приходилось чистить машинку от снега зимой. В общем, интересные решения. Напишите, что вам понравилось больше, нравится ли вам темная отделка, может быть, вам понравились интересные решения по гаражу. Оставляйте ваши комментарии. С вами была архитектор Пак Антонина и канал SunResidence Group. Пока-пока!